Вопросы и ответы И начнем с вопроса по украинскому долгу Антон из Донецка спрашивает Россия обещала реструктурировать украинский долг в случае если это поддержат западные партнеры Но как понимать резкую смену позиции правительства России и Путина Так как до саммита G20 Путин и его окружение говорили что такого никогда не будет Такого никогда не будет И товарищ неправильно услышал то что было сказано государю То что было сказано в Анталии предложение по так называемому долгу А Путин прямо говорил что никакого долга то нет Есть суверенное обязательство Украины Посредником является биржа Мы украины ничего не давали Мы купили на бирже их и воробанды И Украина имеет ответственность перед британской компанией Которая руководит этой биржей А нам заплатит Украина Не заплатит Украина Вообще фиолетово Нам заплатит британская фирма для того чтобы биржа продолжала существовать И для того чтобы существовала нынешняя кредитно-финансовая система в мире Если этого не сделает кредитно-финансовая система в мире рухнет Просто это надо понимать Так вот что сделал Путин Он же прямо сказал Мы предложили лучшие условия чем от нас требовали И вот в данной ситуации Это вот не просто мастерство при проведении глобальной политики Это то что в латинском языке звучит как Нек плюс ультра Это что-то сверх такое естественное в мастерстве Это умудриться одни Вот если брать бильярдный такой этот расклад Это умудриться одним ударом загнать три шара В одну лузу Причем у каждого этого шара будет своя траектория Он будет лететь, катиться по этому бильярдному столу От одной стенки к другой, к третьей Пока наконец не попадет в ту лузу в какую ее направили Причем абсолютно не зависит от того Что ответят западные партнеры на предложение Путина Результат будет один и тот же МВФ наступает крах Вот что предлагали России Россию образно говоря предлагали взять издержки По содержанию антирусского антинародного режима на Украине За собственный счет Поддержать вот эту антирусскую направленность Профинансировать за собственный счет То есть вот представляете мы купили эти обязательства на бирже И британская фирма нам должна их оплатить Но это вот примерно то же самое Вот деньги это кредит Вообще это обязательство предоставить какие-то товары и услуги Деньги это предельно обобщенная информация о продуктообмене Евробанды это та же самая ситуация Только другая информация Вот каждый человек волен распоряжаться своими деньгами Как он хочет Желает он может их в ресторане прокутить Дом построить Просто кто-то там прикурит Сожгет деньги То есть это его проблема Он каким-то образом получил эти деньги Он либо ответственно фредит взял Должен будет вернуть Либо он их заработал каким-то образом И кутит таким образом на широкую ногу Но это его проблемы И никаким образом других участников В кредитно-финансовой системе это не касается Что требовали от России От России требовали именно это Ты возьми со своими деньгами И поступи следующим образом Спеши их, уничтожь Что угодно сделай Но не предъявляй претензий К держателям этой биржи Ты должен просто этот ущерб нести сам Просто сам Все остальные участники кредитно-финансовой системы мира Ну захотела Россия так со своими деньгами распорядиться Но это ее проблема Это никоим образом не нарушает устойчивость кредитно-финансовой системы в мире Что делает Путин? Он предлагает Вы что предлагаете? Чтобы мы несли издержки? Ну что ж, давайте тогда вкупаться И он предлагает всем остальным участникам поучаствовать в этом То есть фактически что предлагает? Он предлагает изменить правила функционирования кредитно-финансовой системы в мире И Рейтерс прямо на следующий день сказал Да вы что? Никто не согласится принять условия Путина Это же катастрофа вообще для всех Кто ему будет на этом настаивать? То есть МВФ должен прекратить свое существование Доминирование Соединенных Штатов прекращает свое существование сразу Понимаете? То есть как только Причем повторю Не зависит от того Согласятся или не согласятся Если согласятся Это пойдет сразу явно И разрушение всего То есть если согласятся с этим требованием Западные партнеры Ну предложением Путина С лучшим предложением Путина Если согласятся западные партнеры с этим предложением завтра Греция, Испания, Италия и все прочие, которые завязаны на такие же ситуации, скажут, а почему одним можно, а другим нельзя? Следовательно, если предоставляется Украине, значит это должно быть прописано в этих правилах. Если же это не предоставляется, то тогда выявляется сегмент, который данная структура, данная система управления не может управлять. То есть здесь катастрофа, здесь пробой, значит систему нужно в любом случае перестраивать, чтобы такие ситуации не были неуправляемыми. В результате крах МВФ, о котором давно шла речь, он в общем-то приближается в любом случае, один шар. На его место, скорее всего, будет продвигаться Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. В любом случае, подчеркиваю, согласятся Соединенные Штаты, не согласятся Соединенные Штаты. Крах Соединенных Штатов как доминанты, как мирового жандарма неизбежен. Дальше. Перестройка Европы та же самая. А Россия как бонус является тем субъектом, который формирует правила новой кредитно-финансовой системы и международных отношений в мире. Это просто вот, понимаете, это великолепнейший ход, просто вот великолепный ход, который уже сыграл своим ходом, вот одним своим действием, когда слово было сказано, изменилась вся глобальная политика изначально. То есть все, больше уже назад ничего не вернется, просто не вернется. И те попытки, те потуги, которые Соединенные Штаты сейчас начали делать, срочно повышать рейтинг Украины, это попытка оттянуть конец. Ну, как один поэт народный сказал, ты не оттягивай конец, больнее будет обрезание. То есть они попали полностью в западню. А что нужно было сделать? Нужно было заставить их продвигаться по этому пути требованию к России, сказать больше, чем нужно. Что Путин и сделал, дождался определенного момента и после этого сказал, ну, ребята, раз хотите, мы согласны. О перестройке мировой кредитно-финансовой системы и о перестройке взаимоотношений в мире, как в Европе, как в положении Соединенных Штатов, насущные требования. Мы согласны. И мы предлагаем такие-то варианты. А сейчас ни один вопрос без России не решить. Так что все, кто понимают, хоть немного в надгосударственном управлении, даже не в глобальной политике, а в надгосударственном управлении, они пришли в шок и сразу же начали отыгрывать назад. Нет, нет, нет. Только не эти лучшие предложения. Что угодно, только не это. Далее, блиц, опрос по событиям в Донбассе. Вячеслав задает короткие вопросы. Донбасс не сможет переформатировать Украину. На Украине сумели создать состояние неприязни к Донбассу и России, которая только усиливается. А Украина, напротив, имеет все шансы переформатировать Донбасс, выдавив и репрессировав всех несогласных. Прокомментируйте это утверждение. Ну, вы знаете, смотреть на жизнь можно с двух позиций. Для одного стакан наполовину полон, а для другого наполовину пуст. И вот рассматривать вообще политические процессы с позиции «Путин слил и все пропало» – ну, а зачем жить тогда? Вот не понимать, что управление – это динамический процесс, а не статический. И что все процессы управляемы, и что управляет тот. Вот власть – это реализуемая на практике способность управлять. Вот вопросы, которые стоят на том, что ничего не сделать – это конкретное заявление. Я управление не знаю, не понимаю и считаю, что все будет только хуже. Ну, а что тогда? Надо ложиться и помирать. Что касается об Украине, ее нынешнем состоянии, что она там сформатировала, что она там может, что она не может. Ну, вот события на этой неделе. Были подорваны четыре опоры ЛЭП, и прекратилась поставка электроэнергии в Крым. Что это событие показало? Это событие показало, что государство вообще и в большей степени государственности на Украине не существует. Что произошло? Какие-то военизированные формирования, никоим образом не прописанные в законодательстве Украины, полностью противоречащие Конституции Украины, осуществили террористический акт. Подрыв ЛЭП – это в любом нормальном государстве террористический акт. Правоохранительные органы попытались их только оттеснить. Не сопротивление работникам правоохранительных органов, а тем более нападение полковника милиции ранили, попытка завладеть оружием – это уголовно наказуемое преступление. Как в нормальном государстве? Ну, прежде всего, в нормальном государстве монополия на насилие принадлежит только государству. Все остальные структуры являются бандитскими и, соответственно, подлежат уничтожению, и их просто не допустили бы к появлению, поскольку их появление и их существование уничтожает государственность как таковую. Так вот, в нормальном государстве при такой попытке была бы применена вся мощь государства во всех аспектах, не только по шестому приоритету, во всех аспектах, в том числе и по законодательству, чтобы этот механизм ликвидировать. Что предлагается на Украине? На Украине предлагают принять закон, обеспечивающий безопасность ремонтников, выполняющих государственные функции. Причем предлагают люди, которые не понимают, те бандиты, которые осуществили подрыв, им плевать на существующее законодательство, кто будет выполнять этот закон, какими силами вы будете выполнять. То есть на Украине сложилась сейчас ситуация, когда все решает право сильного. Когда есть у тебя штыки, сколько у него там батальонов, тот решает, нет этого права сильного, этого все ты уже не можешь решить. И государство не способно справиться с бандитскими группировками. А почему оно не способно справиться? Да в общем-то к этому все и шло. Вот смотрите, с чего началась революция гидности. Вот как ни называя ее, это все равно революция гадости. И она никуда не денется от этого. Она началась с того, что начали сносить памятники Ленину. Кто такой Ленин? Это основатель государственности Украины. Не было до советской власти никакой государственности Украины. Вообще никакой не было. Что это означает, когда ты, вот при любых условиях, ты начинаешь отрицать основателя государства? Это означает, что ты начинаешь разваливать свое государство. На основе чего сформировалась государственность Украины? На основе советской власти и строительства коммунизма. Что на Украине проводится? На Украине проводится декоммунизация. То есть разрушение основ государственности. Не перестройка государственности, а разрушение основ государственности. Любая страна, которая уничтожает свою историю, она не сможет существовать. Как ведется законотворческая деятельность на Украине в Киеве? Но то, что там бабуины постоянно устраивают драки и на потеху всему миру, это уже стало нормой. Но какое может быть законотворчество? Вот Россия, она очень сильно болела. И этот период как раз совпал с тем, что в российском парламенте тоже были драки. Как только драки там прекратили, как только повысили ответственность и понимание депутатов, Россия начала понемногу выздоравливать. А почему повысили ответственность? А пришли более понимающие, более ответственные. А если такие приходят, как казак-поросюк? Ну о чем тут говорить? Ребята, что произошло на этой неделе? Отношения, законотворческая деятельность вышла на новый уровень. Казак-поросюк заехал ногой в лицо руководителю отдела подразделения КАСБУ. Вот они разборки. Уже вышли на межведомственные отношения. Когда прибегают к силе? Когда сказать нечего. Понимаете, когда он тупой, если он тупой, то он тупой во всем. Вот таких вот в российском парламенте удалили и пришли люди, которые начали соображать и начали работать. А почему Поросюк возмутился? Видите ли, Писный сказал, что он сделал для революции больше, чем Поросюк. Но ведь он же сказал правду! Кто такой Поросюк? Да это так, знаете, никто и звать его никак. Поясню в чем. Вся революция, так называемая, весь Майдан, это создание СБУ Украины. Они сформировали информационный тренд. Они сформировали управление, ресурсное обеспечение. Они все это проводили. В том числе и Писный это осуществлял. А что такое Поросюк? Это дебил, которого подобрали на улице для того, чтобы тот бегал и орал за революцию гидности. Не было бы Поросюка, нашли бы другого. И, соответственно, этому Писный сделал действительно для революции несравнимо больше, чем какой-то там Поросюк. И он сказал правду, но уровень культуры общения. То есть, смотрите, сначала они начали с разрушения основ государственности, потом они начали разрушать свое государство, и теперь они разрушают то, что государство создало. Они, что принес Ленин? Реализацию плана Гойл-Ро, электричество принес. Им наплевать, что они 40% своей Херсонской области оставили без электричества. Они уничтожают. Это как рогокульт, вы понимаете? Они уничтожают. Лудиты, одно слово, больше, хотя это слово-то не знают. Понимаете? Они борются с машинами, они возвращаются в свое первобытное состояние. Они уничтожают саму цивилизацию. Вы о каком государстве Украины, которое может управлять что-то и проводить? Украина без внешних подпорок рухнет, как подрубленное дерево. В нынешняя киевская банда несостоятельна. Реализация минских договоренностей однозначно приведет к этому. Но только их надо реализовывать. А кто может взять управление на территории Украины? Только тот субъект, на территории которого сохранилось государственное управление. Такими субъектами являются Луганская и Донецкая республики. Все. Некому больше брать власть на Украине. А дальше уже все очень просто. Вот встает вопрос. Ну взяли власть в Киеве. А дальше что? Ну а дальше наведение порядка. Ликвидация всех вот этих бандформирований. Кто будет делать? Государственные органы. Ну они же сейчас вроде бы воюют против Донбасса. Ну ребята, вспоминаем. Финляндия воевала против Советского Союза до 44-го года. После этого заключили мир с Советским Союзом и Финляндия стала воевать против Германии. То же самое Румыния. Какие вопросы здесь могут возникнуть? Можно перенаправить. А тем более есть определенный конфликт между правоохранительными органами и вот этими бандитскими структурами. То ли он семь раз судимый за насильственные преступления, в том числе и убийства. И он обладает большими правами, чем сотрудник правоохранительных органов, который защищал граждан, которых угнетал. И вот этот бандит, этот конфликт должен прорваться. И будут ликвидированы вот эти все бандитские группировки. А толпа, она никогда ничего не решала. Но власть, реализуемая способностью управлять. Вы поймите, что вот проблема здесь не количественная, а качественная. Вот овцы, они могут думать что угодно о том, куда должна идти Атара и как должна идти Атара. Это совершенно наплевать собаке, которая пасет этих овец. Так и здесь. Да неважно, за какой Майдан сейчас прыгает вся эта гопота, все эти рагули на Украине. Придет власть и построится как надо. А со теми, кто не построится, власть сможет решить все это предметно. Ну вот вы упомянули Минские соглашения. Вячеслав утверждает, что мнение большинства жителей Донбасса об этих соглашениях либо нейтральное, либо негативное. Не говоря уже про Славянск, Мариуполь, Харьков и другие города. Дело в чем. Проблема с Минскими соглашениями одна. Их либо не читают и не понимают, либо работают на то, чтобы они не состоялись. Выполнение Минских соглашений ведет к тому, что киевская банда рухнет и будет другая Украина. Вот нынешнее ухудшение ситуации на Донбассе – это результат поведения Пушилина в контактной группе и его слов, которые он через СМИ слил. Что позволило Соединенным Штатам сейчас нарастить вот эту ситуацию и сорвать мирную передачу Мариуполя, Славянской, Краматорской и других территорий под управление Донецкой и Луганской республики. Понимаете, все к этому шло, все нормально, пока со своим языком не вылез Пушилин. И на основе его заявлений Соединенным Штатам удалось перехватить управление и организовать нынешний виток конфронтации. Чуть было не сорвали минские договоренности. Сергей Викторович Лавров провел ну просто блестящие переговоры и удалось сохранить эти минские соглашения. Поэтому выполнение минских соглашений приведет к переформатированию вообще Украины. И говорить здесь о том, что там мнение, ну а что мнение? Вы посмотрите, какие минские соглашения достигнуты и к чему они приведут, если их выполнить. А еще Вячеслав обеспокоит, что продолжает работать бандеровская пропаганда. И закручиваются гайки, преследуются несогласные, делится собственность и так далее, и так далее. То есть когда это все будет остановлено? Тогда и будет остановлено, когда на Украине вместо дикого поля появится государство. Когда сейчас все управление на Украине строится на одном. Возбуждение ненависти к Донбассу и проведение войны против Донбасса. Вот когда это будет остановлено, тогда и все будет решено. И минские соглашения в этом отношении дают ну просто широчайшие возможности. Что делать с воспитанием детей в стиле УПА и АТО? То есть целое поколение уже воспитывается на этом? Да, воспитывается. Поэтому Украине нужно будет еще достаточно долго стоять, так скажем, в отстой, чтобы пока это управление не будет изжито. Вот здесь ситуация такая. Многих напрягает вопрос о том, что вот как же так холод и голод не ведет к изменению отношения этих людей. Бандеровский проект, повторю, структурно, а начался он еще раньше, а вот структурно он начался реализовывать с середины 19 века через Австро-Венгерскую империю, через ее спецслужбы. Которые сначала подписали под это поляков, а потом начали проводить это сами. Изменялось умонастроение, создавалась история, создавался идеологический базис. И в раз все это не поменяет. И вот когда говорят о том, что вот что они там перестанут думать и все прочее, по-другому. Нет. Пусть они будут настроены антирусски, но что заставит голод и холод их сделать? Он заставит думать о насущности их жития. То есть, что им делать сейчас? Да, пусть там Путин во всем виноват, пусть там российская агрессия. Но сейчас им что делать? Как им сейчас выживать? Вот когда они об этом задумаются, и они поймут, что киевская банда толкает их в пропасть, они начнут реализовывать интересы своей и своей семьи так, как они понимают. Вот основная задача. Чтобы они остановились и перестали прыгать на Майдане. Чтобы они начали немного думать своей головой. Вот когда они начнут это делать, вот это будет первый шаг к установлению мира на Украине. Но уже определенные плоды даются. Вот годовщина была. Уже не так активно прыгают на майданчиках-то в честь этой годовщины. Уже многие соображают, что их как баранов используют. Что их как мартышек заставляют таскать каштаны из огня для других. Уже начинают об этом думать. Никто не заставляет их изменить их идеологическую основу. Но перестать жить агрессией, убийством. А именно это сейчас происходит. Их может заставить только голод и холод, когда они будут вынуждены бороться за выживание своей семьи и самих себя. К чему идет? Иначе они снова возьмут помощь и, как говорится, вашим же салам и вам же по мусалам. То есть здесь доброта она до хорошего не доведет. То есть они просто сейчас передохнут и потом нож в спину всадят. Они должны отстояться от этой бандеровщины. Поэтому Украина обречена какое-то время быть отдельным государством. В этом Россия заинтересована больше, чем кто-либо. Нам не нужна война русских с русскими. Но для того, чтобы бандеровский проект рухнул, сведомизм рухнул, должно быть именно вот это. Они должны перестать прыгать. Они должны начать думать своей головой. А потом будет перестроено. И когда силовой момент бандитский будет убран при помощи силовых структур, и государство будет нормальное, когда в государстве будет разрешена дискуссия идеологическая, которую бандеровцы и сведомые проиграют на раз. Просто на раз проиграют. Но это длительный процесс. Их идеологические установки должны быть разрушены в процессе информационного обмена. Они навязаны откуда-то. Так а есть ли вообще предпосылки к переходу власти в адекватные руки? Вообще-то возможно? Конечно, Минские соглашения. Выполнение Минских соглашений. Поэтому Донецк и Луганские республики берут под управление всю оставшуюся Украину. Формируется новый формат государственности Украины. Конфедеративный, федеративный, унитарный. Это вопрос уже чисто такой тактический будет. Главное, какая основа идеологическая будет. Основа, когда будет каждому разрешается. В России, в принципе, сейчас можно говорить все, что угодно, кроме одного. Нельзя убивать за то, что человек имеет отличную от тебя точку зрения. Дискутируй, но не смей убивать. А на Украине это основа. Ах, если он со мной не согласен, то значит их убить. И женщин, и детей, всех убить. В это сейчас идеология, которая господствует на Украине, на оставшейся Украине. Вот эта идеология должна быть уничтожена. За нее она должна пресекаться по закону. Потому что это бандитизм. Политический, но бандитизм. Антон из Харькова спрашивает о таком аспекте минских соглашений. Если соглашения будут выполнены, то Киев получит контроль над границей с Россией. Нетрудно догадаться, что объем сил, которые Киев стянет к границе под предлогом ее контроля, будет максимальным. Не станет ли это благоприятным фактором для проведения АТО-2? Ну, если будут минские соглашения выполнены, то я не вижу оснований к тому, что президент Украины, ну, может быть, это будет Александр Васильевич Захарченко, зачем-то стягивал какие-то силы границы с Россией и проводил какую-то операцию против родного своего Донбасса. По-моему, логично будет, что наоборот бандеровцев всех, тех, кто не захочет сложить оружие и стать мирными гражданами, а кто захочет по-прежнему грабить, насиловать и убивать, они будут уничтожены. Так что читайте минские соглашения. Если они будут выполнены, нынешний формат власти на Украине, в Киеве, он будет ликвидирован. Страна начнет восстанавливаться. Вот о чем идет речь. И смогут взять это управление только те субъекты государственности, которые обладают такой государственностью, обладают нормальным государственным управлением. Это Луганская и Донецкая республики. Другого варианта просто нет. Вот о чем идет речь-то. Другая. Кто-то там, повторю, вернее не повторю, а скажу, вот иногда там называют Киевская хунта, Киевская хунта, да? Не хунта, банда. Хунта это государственное управление, имеющее государственные интересы. Вы хотя бы посмотрите, есть ли такие государственные интересы у тех, кто в Киеве. Хоть в Раде, хоть в правительстве, хоть у самого Порошенко. Есть бандитско-корпоративно-клановые интересы. Пограбить на Украине, а после нас хоть потоп. Вот какая у них. Это бандитская философия. И она сейчас уже рухнет. В любом случае. Соединенные Штаты на исходе. Перелом в Сирии – это крушение киевской банды однозначно. Максим из ДНР считает, что сейчас на Донбассе какая-то неопределенность. И Украина не собирается выполнять Минские соглашения, а готовится к новой эскалации конфликта. Безусловно, потому что это ее жизнь. А я сколько раз повторял, что Минские соглашения, Минский формат. Вот Минскими соглашениями это удалось превысить Минский формат. Минский формат – это вопрос институализации, государственной институализации Донецкой и Луганской республики в мире. Вот много непризнанных государств, да? Я говорю, наши патриоты почему-то в упор не видят. Вот когда Хашима Тачи Косовского таскали, когда проводили подобные мероприятия, все понимали, идет институализация Косова. А когда сейчас идет Минский формат, все почему-то против этого патриоты возражают. Они не хотят, чтобы государственностью какой-то обладали эти республики и чтобы они смогли взять управление Украину. И вам что, война нужна там на Украине? Вот один вопрос тогда. Если вот кто выступает против Минских соглашений, тот выступает за войну между Россией и Украиной. Но в первую очередь за полную и тотальную зачистку населения на Донбассе. Вот кто выступает против Минских соглашений? Нужно понимать простую вещь. Что если можно решить словом, то лучше сохранить человеческие жизни и решить словом. А многие думают, что они там силой что-то обязательно решат. На этой неделе был очень интересный такой аспект в Донецке. Бензинчика не стало. Два дня не было бензина. Вообще горючего не было. Газовые еще там были, а горючего не было. И никого, в общем-то, это не напрягло. А я напомню простую вещь. Что наступление, любое наступление, и содержание армии требует безукоризненной работы военторга. В 92-м году президент Афганистана Наджибулла ушел в отставку. Он предложил конфликтующим группировкам взять власть в Афганистане под свои руки и осуществлять управление. Сделал он это, исходя из его ответственного отношения перед народом Афганистана, из большой любви к Афганистану. А что произошло? Почему он сделал? Три года был президентом и ушел. А произошло, в общем-то, просто. Если пока был Советский Союз, плохо ли, хорошо ли, но снабжение государственной армии Афганистана осуществлялось Советским Союзом. Но когда пришел Ельцин, то с 1 января снабжение прекратилось, стало с перебоями, а к марту вообще прекратилась поставка горючего. Но если с боеприпасами, благодаря складам, которые были там у ограниченного контингента советских войск в Афганистане, еще как-то можно было выкручиваться, то когда у тебя нет горючего, у тебя встала вся техника, воевать просто невозможно. И на Джабула ушел. В конце концов, в 96-м году там талибы взяли Кабул и на Джабулу повесили. Но он до конца боролся за Афганистан, он предложил конфликтующим группировкам поделить власть здесь. Может быть, вам Россия будет помогать, и вы талибов не допустите, а там как-то определитесь все-таки с демократическим будущим Афганистана. Но этого не получилось. Так вот, я это к чему рассказал про пример Афганистана? Примеров того, что наши олигархи работают рука об руку с украинскими олигархами, и что есть определенная категория российской, россионской элиты, которая заинтересована в том, чтобы война с Украиной перетекла на территорию России, она, в общем-то, обладает определенными возможностями при поддержке со стороны части управления, со стороны Донецкой и Луганской республики, они должны играть в определенном русле, обеспечить так, что армия ДНР ничего не сможет сделать, бензинчика не будет. Это к вопросу о том, кто может разгромить. Да и военторг тоже будет работать ограниченно. Взрывы в Сватове, это, в общем-то, попытка, ну, в общем, избежали ревизии. Должны были взрываться там до пяти дней, а взрывался всего один день. Где остальные боеприпасы? Откуда это? Вот наступление, это хорошая ревизия. Чтобы эта ревизия не состоялась, и никто не понес ответственности, склады взорвались. Все нормально, все списано. Все при своих делах. Так вот, нужно понимать простую вещь, что власть это реализуемая на практике способность управлять. Управление процесс информационный. Минские соглашения дают возможность мирным путем, а то, что происходит сейчас, это нарушение минских договоренностей, спровоцированное конкретно из руководства Донецкой республики. Я уже сколько раз про это говорил. Есть там кадр, который непонятно. Может быть, Лавры Троцкого при заключении Брестского мира ему не дают покоя. Хочет выстаривать, так он в нее уже вляпался, а не вошел. Причем кроваво вляпался. Так вот, это вот результат этой деятельности. Но он же не просто так находится. За ним есть определенное управление. И со стороны Украины, и со стороны России. И оно далеко не так лояльно существованию Донбасса. Оно скорее лояльно существованию киевской банди. Антон из Харькова задает вопрос, связанный с теорией управления. В прошлом году вы говорили, что любая система может развиваться и существовать, если ее ресурсная устойчивость равна или превосходит давление среды. На примере Донецкой и Луганских республик. А можно ли в этом смысле рассматривать Луганскую и Донецкой республики как среду, которая давит на систему киевской банды? Мощный фактор этой среды. Один из факторов. Но это очень мощный фактор. Который фактически, ресурсную устойчивость киевской банды подрывает полностью. Вот понимаете, нельзя постоянно напрягаться. Они напрягаются, напрягаются, напрягаются. Но когда-то напряжение произойдет срыв. У киевские вооруженные формирования, это не армия, это вооруженный сброд. Он нестабилен. И если ему не дать его не бросить в бой, вот что сейчас хотят сделать, то он в первую очередь разрушит тех, кто их собрал. То есть он будет обратный. Он не попрет на мощную систему управления, которая сформирована. А по отношению к киевской банде, Донецкой и Луганской республики, это мощная система управления. Они обладают единственной государственностью. Они сюда не попрут. Здесь в лоб дадут хорошо. Всегда дадут. Поэтому они пойдут туда, где плохо. У них очень много претензий к киевской власти. Ну вот надо направить их недовольство туда. Но это нужно сохранить хотя бы, вот в таком виде, минские соглашения. Не дать разрядиться в мощное наступление, вот этому напряжению, не дать разрядиться в мощное наступление против Донбасса. Нужно, чтобы это мощное напряжение, нестабильной банды, которое собрано у Донецка и Луганска, оно разрядилось в другую сторону. Вот это надо сделать. Но это делается политическими методами. И это делается путем минских переговоров. И нужно думать, когда ты даешь интервью. Потому что, ну, откровенно же видно-то, в чью сторону вещает тот или иной человек. Кому выгодно то, что ты говоришь? Поэтому Пушилю не стоит забываться. Или считать, что народ это быдло. Последние вопросы по Украине. Вячеслав из Киева просит прокомментировать отставку Яроша с поста главы правого сектора. А комментировать здесь нечего. Дело в том, что я уже многократно говорил о том, что правый сектор сейчас фильтруется. Часть прилипших, те, которые считаются балластом определенным, не корабельным, а лишним вообще, кого нужно сбросить, чтобы быстренько уйти от преследования, они переходят в разряд нехорошего правого сектора. А хороший правый сектор он уходит в СБУ. Ну и что делает Ярош? Он ложится на дно, он сбрасывает. И при этом надо понимать вот какую штуку. Все, кто рассматривают Яроша как самостоятельную фигуру, которая там обладает какой-то харизм или еще что-то там, да, и рассматривает, что он там будет делать, это означает, что человек на информационно-аналитическое поле погулять вышел. Он вообще ничего не понимает в управлении. Яроша, вот правый сектор, я его слепила из того, что было. Раз-раз-раз, Яроша поставили, надули фигуру, показали, он так же уйдет и никто не заметит. На что, в принципе, Яроша рассчитывает и его покровители рассчитывают, потому что, ну, далеко не самый худший исполнитель и, в общем-то, достаточно информированный. Поэтому ему играть самостоятельную роль вообще противопоказано со стороны тех, кто его назначил на роль лидера правого сектора. И если человек это не видит, а дает такую аналитику, то он вообще не понимает в управлении. А у нас, иначе, вот Ярош уходит, вот Ярош уходит, а вот чего он делать-то будет? Да что скажет, то и будет делать. Он вообще никто и звать его никак. Он как и Поросюк, только Поросюк вообще из низов. А Ярош хотя бы штатный сотрудник СБУ и до этого был. И на него, на основе этого сделали вот эту структуру. Ну вот вы упомянули СБУ. Второй вопрос от Вячеслава о том, что Киевский суд объявил о банкротстве СБУ. Ну что, идет и полностью СБУ ложится на дно. То есть, о чем идет речь? Мало кто обратил внимание на то, что параллельно с этим заявлено о формировании структуры, аналогичной структуре ФБР. И у нас здесь все-таки, не у нас, а на Украине побывал Минфин Соединенных Штатов, который присутствовал. А кто руководит всем Соединенных Штатов? Минфин. И он приехал здесь и определяет у Украины какое ведомство будет как работать. Он определил бюджет. В его присутствии там Ересько с Яценюком выступили. Вот понимаете, здесь ситуация идет какая. Создается полномасштабные структуры, аналогичные Соединенным Штатам. Но чтобы не было разброда. То СБУ подчиняет, приезжает комиссия там ФБР и все прочее. А так, чтобы все было протрачено, чтобы шла единая форма отчетности и все это уходило сразу в Соединенные Штаты. Поэтому СБУ мягко так схлопывают. Это не значит, что завтра вот закрыли там здание и все, СБУ не будет. Нет, это делается не так. Но это вот один из элементов схлопывания СБУ. Куда оно ушло? Кто? Где сотрудники? Все-таки не надо забывать, что любые спецслужбы стран СНГ они все имеют корни в КГБ. А чтобы оторвать и сделать собственные нужны другие структуры. Кого-то возьмут, кого-то не возьмут, кого-то делегируют из Соединенных Штатов. Вот это вот структура ФБР. А СБУ мягко-мягко схлопывает. И как бы ты там не служил хорошо киевской банде и Соединенных Штатов, но если ты по каким-то параметрам не отвечаешь интересам Соединенных Штатов, ты не попадешь в новую структуру. А когда СБУ прикроют, то прикроют и все операции, которые проводила Соединенные Штаты по Майданам, по всем этим, и по карательной операции на Донбассе уйдут в никуда. То есть люди ложатся на дно, документы уходят, структуры ликвидируют. один процесс. Продолжение следует...